Всем привет! Я на даче. Сегодня 9 мая, день победы. Всех с праздником, всем мира и добра. Ну а сегодня у меня полевая кухня, так сказать. Мы оказались немножко в таких стесненных условиях, поскольку внезапно остались в отпуске. Ну и вот теперь выживаем, что сказать. Варим из того, что есть. Вот у меня была фасоль сухая. Я ее отварила вчера вот в этом агрегате, так называемой скороварке. И сейчас буду варить фасолевый суп. Что нам нужно? Сама фасоль, тушенка вот есть, я говорю полевая кухня, картошка, морковь и пучок. Ну вот такая кухня у меня на веранночке. Ой, да чего я люблю дачу. Можно сказать, из-за этого на воздухе, готовишь, сидишь тут. Все прям замечательно. Все. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас буду резать все, закладывать в скороварку и готовить фасолевый супчик. Морковку я порезала в этот суп, поскольку это все будет вариться в мультиварке. У меня не скороварка, а мультиварка. Ну, я так ее называю. Вот, поэтому я не стала натирать на терке. И тушенка. Тушенка у нас хорошая. Это тушенка белорусская, очень вкусная. Вот, поверьте на тушеный, высший сорт. Замечательная тушенка. Ну, я только вот этот жир весь вытащу и выброшу. Сейчас все сразу это заложу вот в кастрюльку и поставлю варить на программу суп. Почему я люблю на даче пользоваться мультиваркой? Потому что не надо стоять у плиты, все это смотреть, следить, помешивать. Все заложил, программу поставил и пошел. Хочешь отдыхай, хочешь в огороде занимайся делами. В общем, просто замечательно. Да, еще что вам хотел сказать, что вчера мы ели вот эту фасоль. У нас был такой постный обед, полезный. В общем-то, довольно вкусный. Вот эту фасоль отварную, она была горячая. Перемешали с кетчупом, нарезали туда. У меня вырос листовой сельдерей, чесночок вырос. И, в общем-то, было очень-очень вкусно с хлебом. Прям замечательно. Обычно дома я варю, когда суп фасолевый, то я использую такие вот консервы. Обычно бывает вот в такой вот баночке консервы. Фасоль в томатном соусе или в собственном соку, там белое. Но сейчас вот буду варить с тем, что есть. Все загрузила в мультиварку. Посолила, добавила лаврового листа. Теперь закрываю. Ставлю меню суп. Вот он, суп. Будет вариться это 60 минут. Ну, через 60 минут выключу и посмотрю. Жимаю старт. Все, время пошло. Прям замечательно. Все, я спокойненько все убираю. Сюда даже и не подхожу. Подойду только через час. В холодильнике еще у нас лежали помидорки. Вчера не доели, вот они нарезаны. Поэтому добавлю их в суп. Ну, а позже, минут через 30, наверное, добавлю. А это я лишнее бульон отлила, потому что там в кастрюльке есть риска. Максимальный уровень жидкости. Поэтому посмотрю, если выкопит, добавлю. Если не выкипит, то просто выброшу. И хочу вам показать еще. У меня есть вот такая вот штучка. Она как зонтик. Открывается. Очень удобно от комаров, мух. Покупала я это в вазоне очень давно. Не знаю, может быть, они и сейчас там есть. Но, в принципе, очень удобно. Сейчас продаются такие пластиковые, сетчатые, как вот крышки полусферы такие. Накрываешь и все. Ну, а это такая вот игрушечная, такая дамская штучка. С какими-то гружавчиками. Ну, в общем-то, достаточно любопытно и миленько. Прошло больше, чем полчаса. Сейчас я открою и посмотрю. Аккуратненько. Вон, какой аромат. Как здесь все вкусно пахнет. Так. Сейчас я добавлю туда помидорки. Сюда еще можно добавить пригодшиную вермишель. Немножко жидковатый. Сейчас. Сначала пусть еще поварится. Может быть, еще разварится фасоль. Сейчас я попробую. Если не соленый, то добавлю соли. Да, немножко недосоленый. Поэтому тут у меня есть солоница. Сейчас я вот так вот посолю. Все замечательно. Добавлять бульон я не буду. Так что сейчас там все вымыл. Все, закрываю. Не будет еще вариться. Довариваться. Что-то мне чувствуется, что надо будет еще поварить больше, чем 60 минут в целом. Вот здесь еще не обратила внимание, что режимом, вот этим вот режим температуры, нужно было еще выставить суп. Есть бульон, а надо суп. Вот теперь у меня варится суп как следует. Супчик мне показался недостаточно насыщенным. Я хочу добавить, ну, немножко жидковатый, хочу добавить вермишели. У меня здесь вермишель. Сейчас разной вот такой прямой. Он разойдется. Так вот он будет вкусненький. Обычно я люблю добавлять геркулес, но здесь у меня геркулеса нет, так что придается вермишель. Так, я думаю, свепри горшни будет достаточно. Он будет вкусный, густоватый. Еще чуть-чуть. Так вот. Все, закрываю. Закрываю, наварим дальше. Пока варится супчик, доваривается, я пошла за зеленью. Вот такой у меня кустик сельдерей. Но он не совсем сельдерей, я даже не знаю, честно говоря, соседка как-то называла, пастернак или что-то такое. Ну, в общем, я называю это сельдерей. Вот, в общем-то, мне нравится он такой. Но он как-то немножко пахнет как одеколоном. Ну, это на вкус, конечно. Вот, так что я сейчас его порву и пойду за чесночком. Вот он там, мой чесночок. Сейчас я беру самый длинненький, тоже сейчас его порву. Так. Вот так. Лучок у меня еще не вырос пока, посадила в местах. Но пока нет. Надо в следующем году, в смысле в этом году, посадить лук под зимой в теплице. Народ сажает, и вот уже в это время, в мае, хороший лучок вырастает. Сейчас чесночок вот этот тоже, он очень мягенький такой. Мы будем есть витамины пока на даче. Вот очень хорошо. Вот здесь вот у меня лучок посажен. Вот он, выскакивает. Здесь вот у меня такой целый квадратик. Мелкий лучок посадила совсем недавно, но вот уже начинает расти. Ну что ж, иду резать зелень к первому. Будем кушать. Нарезала зелень. Вот какая получилась красота. Сейчас будем добавлять ее в суп. Ну вот. Уже открываем. Так. Аромат, конечно, стоит на все дачи. Вот суп получился густым как раз, а то мы без второго. Сейчас первого наедимся, а потом чай напьемся. Вот замечательно. Сейчас разливаю по тарелочкам. А вот бульон я решила не выливать все-таки, потому что он же вкусный. Чего уж его выливать. Вот сейчас суп налила, а сюда сейчас вылим весь бульон остатки и прокипячу. Все будет прекрасно. Жалко наливать. Все, сейчас закроем. Еще сейчас покипит. Тут как раз снова бульончиком с этим. Как раз сейчас поставлю. То есть еще 10 минут покипит. Будет замечательно. Ну и вот наш ужин, так сказать. Обед, перетекший в ужин. Под супчик наш с зеленью. Сама зеленушка будем есть. С черным хлебушком. С перчиком. Очень все вкусно. Так что всем приятного аппетита. Всем пока-пока. Всем добра и мира. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания. До свидания. Поехали. Поехали.